Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, продолжаем играть в Tower Conquest. На тренировку я никого не отправлял, а вот в армию у нас что-то изменилось. Ёлки-палки, ну, естественно, ребята, жаба с молотом у нас получает пятую, последнюю звезду. И это круто, согласитесь. Хе-хе, фулочка. Вот мне интересно, всё-таки, зачем же здесь, ребята, у нас будут карточки прибавляться, а? Для чего? Что нам это даст? Пока не знаю, но в любом случае, что жаба с молотом, или с молотком, как правильно говорится, у нас прокачана полностью. Так, ну что же, давайте посмотрим, что у нас ещё. А, арена, арена. Давайте посмотрим, 24 карточки мы получим с вами от пряничного домика. А дальше-то что? Что нам ещё дадут? Слушай, ну я скажу шикарно. Нам дали 19 карточек на банши, 16 карточек на чумную мышь и 18 на тигра. Ну, а боксёр меня не особо интересует. Ещё 20 тысяч нам дали, ребята, голды. Это, я считаю, шикарно. Ну что ж, давайте быстренько ещё с вами пройдём. Так, уже 65-й, 66-й уровень. Я думаю, что мы сейчас быстренько разберёмся благодаря вот этому. Нет, жалко мне здесь тратить энергию. Хм, слушай, интересно, кого нам взять? Вот этот интересный отряд справится. Да, в принципе, и должен, ребят. Чё я парюсь? 66-й всего лишь уровень, а у нас 75-й. Так что разрулим эту ситуацию и даже не поморщимся. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, тихо-тихо-тихо-тихо, братюнь, братюня. Ты успокойся, пожалуйста. Побежал. Но я совсем забыл, ребята, да, что... Ой, детский сад. Ей-богу, ты посмотри, что у меня делает с ними голем. Так, а вот этого ханурика мы сейчас, ребят, с вами будем ликвидировать с помощью нашего джаггернаута. Так, воблер вышел. Так, что нам против воблера? Давайте, наверное, вызовем прыгуна. Ай-яй-яй, он здесь даже не понадобится. Вызываем чумную... Опа, вот это было нечестно. Вызвали чумную мышь. Давай ещё големчик одного призовём. И, наверное, фаербурчик, да? Вот так вот, до кучки, ребят, до кучки. Ну что, я вам скажу, мы здесь победили. Первое место, естественно, мы здесь зарабатываем с вами. И ждём окончания времени, чтобы получить наш долгожданный реворд. Да... Ой! Чумная мышь? Ребята, ёлки-палки, да неужели я этого дождался? Да-да-да, мы с вами получили карточки. И чумная мышь у меня получает четвёртую звезду. Ну это ж просто по красоте, ребята. У меня прошлая серия порадовала, но и это тоже. Тем более, это редкая карта, и вы знаете, что чумная мышь это имба из летающих у меня. Правда, я сейчас начал ещё прокачивать грифона. Ну, потом мы с вами сравним, кто лучше грифон. Ну, естественно, ребят... Смотрите, одной карточки не хватает, чтобы мы пряничный домик прокачали ещё на третью звезду. Потом, короче, надо будет посмотреть, кто лучше, чумная мышь или грифон. Хотя грифон у меня по звёздам, естественно, проигрывает. Ну да ладно, не беда, ребят. Смотрите, у нас скоро голем ещё может проапаться. Ой, прыгун. В общем, ребята, очень много, кто у нас получит ещё скоро звёздочки. Даже зомби. Где-то около того, ребят. Так, ну что же, а мы с вами продолжаем наш нелёгкий путь. И отправляемся на сюжетную линию, ребята. Так, что у нас здесь? А, ну в принципе, тут никаких у нас проблем нет. У нас просто закончилась в прошлой серии энергия. Поэтому мы не прошли. Так что... Ах, тихо, секунду. Здесь, ребята... Здесь у нас появляется разбойник. Воришка. Ладно. Нам главное, ребят, его не пропустить. Будем его постоянно контрить. Я знаю, что он будет именно его отправлять. Ждём, 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 ждём. Чё-то не... Вот он, вот он вышел. Я надеюсь, ребята, у меня Джаггернаут с ним справится. Так, сейчас он в инвиз уйдёт. И мы его встречаем. Вот таким, ребят, Макаром это всё происходит. Ого! Ты видал, как он дамажит? Слушай, не сладко, не сладко моим бойцам, наверное, будет здесь. Хотя, знаете, что я вам скажу? Всё нормуль. Вот она. Моя маленькая чумная мышка вылетела, красавица. Так, подожди, не забы... Вот! Ёлки-палки, чуть было, ребята. Не забыл я про этого Гаврика. Естественно, естественно. Его сразу же подбиваем здесь. Вызываем Голема. И дальше, ребята, ждём. Будем поджидать. Так, он стопудово сейчас выйдет. Как пить дать? Вот он, вот он уже идёт. А кем мне его, ребята, тут контролировать, а? А, не надо, не надо. Вон он, ребята, он попался. Тут у нас как раз... Он здесь в инвиз уходит, а там проявляется. Так что всё по красоте. Я, ребят, пока жду. Ну, что-то не могу его... Вот он, вот он, вот он, вот он. Бежит. Бежит, голубчик. Давай-ка... Ах ты. Хотел Джиггернаута, ребят, призывать, чтобы он его наказал. Но мы разбомбили базу быстрее. И это плюс для нас. Ну что же, мы переходим с вами к последней миссии. И здесь у нас появляется король. Король, значит, да. Фулл-звёзды, все дела. Ну что ж, встретим, наверное, его, ребята, достойно, да? Я думаю, что мой дедушка приголубит его своей дубинкой, и всё будет хорошо. Так, ну что же, ждём, ждём, ребята. Копим с вами, естественно, энергию. Так, я думаю, что сейчас побежит, наверное, разбойник. Чувствую просто-напросто. Или же не побежит. Как у нас тут получится, а? Побежит или нет? Нет, ребят... Так, 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 погоди-ка, погоди-ка. Что-то здесь... Что-то здесь, ребят, как-то не вяжется. Надо же, он не вызвал разбойника. Почему так, интересно, а? Хммм. Придётся тогда джиггернаута вызывать. Так, минус. Сейчас, ребят, я попробую туда, вон, фаерболом. Вот таким макаром зарядить. По красоте. Ничего не могу сказать. Ой-ой-ой-ой. Смотри, что прыгун ему не делает. Так, конец крестового похода. Мы завершили с вами какой-то квест. Слушай, что-то я не... Воу-воу-воу, разбойник. Разбойничек, значит, да? Всё, по-моему, пора призывать нам деда. А вот и королик, собственно, персоны. Сейчас, ребят, я по нему фаерболом заряжу. Давай. Даже... А где он? Вот он, ребят. Вот он. И сдох. Шикарно просто. Напрасно мы с вами проходим эту карту. Смотрите, ребят, сейчас разбомбят. Мои чумные мыши просто разбомбили замок Ядрия Нефини. Вообще шикарно. Кто за, ребята, тот ставит лайкосик. Мне будет очень приятно. Ну что же, забираем сундук и смотрим. Ну что же, 10 карточек на замок нам дали, да? И 8 гемов. Отлично. Плюс мы ещё с вами сделали квест Крестовый поход. Ну что же, мы переходим с вами на карту, как вы видите, роботов на завод. Давайте посмотрим, кто нам будет здесь. Ой-ёй-ёй. Молотильчик и щитобот. Хм. Можно? Да, давайте вот этим отрядом будем с вами дальше проходить. Чумная мышь летучая у нас 4 звезды имеет, так что теперь она будет имба. И жечь будет не по-детски. А тем более это летающий юнит, поэтому молотильщик здесь мало чего нам вообще сделать. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ребята, 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 ребята. Давай, давай. Кто, интересно, победит? Ай, наверное, голем мой проиграет здесь или нет. Проиграет, скорее всего. Успел, успел я вызвать. Ух, шикарно. Да что ж ты будешь делать? Смотрите, ребята, одного за другим вызывает, а? Так, нужно, значит, в таком случае нам вызвать чумную мышь. И вот так вот, хоп. Нормуль. Пока всё хорошо. Даже очень хорошо, я вам скажу. Давай ещё одного джаггера призовём. Даже если он выпустит свою циркуляру, я имею в виду молотильщик, ничего нам не страшно уже. Так, а вот чумную мышку надо ещё одну призвать. Потому что она, имба, действительно, она очень круто здесь рулит. Так, прыгунчик. Да, скорее всего, ребят, мы здесь с вами выиграем, потому что я уже вот так всё сделаю. И от замка практически ничего уже не осталось. В общем, рулим, рулим мы здесь. Шикарно. Так, второй этапчик. И здесь, ой, ой-ой-ой. Здесь у нас прибавляется уже бот-паук зловредный. Слушайте, а может быть нам вот этих взять? Хм. Ну, я боюсь, что молотильщик нас здесь просто доконает. Хотя, знаете, у нас есть... Ну да, конечно, разница офигенная. У нас 75-го уровня БФГшка, но у неё три звезды. А здесь молотильщик 77-го с фулл-звёздами. Как-то несправедливо. Поэтому давайте, наверное, этим же отрядом с вами попробуем всё-таки добить. Добить этот этапчик. Сейчас посмотрим, как у нас тут всё получится. Ну давай, молотильщик, я знаю, что ты сейчас будешь выходить. Как пить дать будешь выходить? Или что-то ты там задумал эдакое, а? Ага, вот он, ребята, вот он, молотильщик. А я знал, что он выйдет. И вот он даже не сомневался. И, как всегда, он отгребается одной плюшки от Джаггернаута. Но не стоит расслабляться, потому что сейчас выйдет бот-паук. Вот он уже выскочил. Зараза я такая. Так. Нам, наверное, вот так надо сделать. Отлично. Ещё это у меня прыгун всех перепрыгнул. Заморозка даже. Ну всё, ребятули. ГЦ. Мы этот уровень с вами уже, считай, прошли. Так. Два голема, две чумные. Ой, что может быть лучше? Что может быть лучше? Только ещё одна чумная мышь и ещё один голем. Во-во-во, началось, началось. Видите, что делает этот, блин, бот-паук. Ну мы его сейчас должны заплевать, по идее. Мы их заплюём. И вот так ещё сделаем, да? Чтобы было неповадно. Карточку на бот-паука получили. И вызовем, на всякий случай, ребята, ещё прыгуна. Ты посмотри, как они травят. Офигеть. Шикарно просто, ребята. Травят они землю. Мои мышки. Ой, какой колоссальный урон получают враги. Мне прямо радует это, а. Да, давно я хотел, помните, да? Мышь. Покачать до четвёртой звезды. И, наконец-то, наконец-то это получилось у нас. Четвёртую мышь я призвал. Сейчас всё. Да тут, тут даже сопротивляться ему бесполезно, потому что победа будет, конечно же, за нами. Так, продолжаем. Дальше. Открывается у нас третий уровень. Здесь всего лишь прибавляется Джаггернаут. Прибавляется. Так что... А, здесь энергии нет у нас. Обидно. Блин, вот этот отряд, конечно, надо приберечь. Вот эти, может быть, попробовать. Давай рискнём. Но я, конечно, не особо уверен, что кто-то у меня здесь может противостоять именно молотильщику. Если только паладин. Хм. Опять же вопрос, ребята, спорный. Ну, посмотрим, кого он сейчас. Да. А, молотильщик-то здесь сосуновский. Так что сейчас мы его быстренько расклепаем. Тыч. Блин, ну, с одной это не получилось. Плюшки-то его ушатать. Так, ладно. Вон, 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 значит, что они делают. Давай попробуем вот так вот. Сейчас, если он вызовет свою эту циркуляру, будет плохо. Будет, интересно, нам плохо или нет. Тыдыч. Так, уничтожение. В тотальное уничтожение идёт. Угу, хорошо. Ты увидел, что БФГ делает? Вообще по красоте. Но, ребят, не забываем, что он сам по себе ватный. Стоит только циркуляру выпустить, и наши БФГшки просто здесь расплавятся. В вагонии. Так, а я, знаете, что хочу? Наверное, я хочу, ребят, призвать нашу друидочку. Я думаю, что это будет достойно. Ну, давай, давай, давай. Друидочка, ну. А, давай, вначале вот так вот сделаем. Ага. Так, и теперь друидка. Плюс нам ураганчик ещё помог. Шикарно. Так, друидка, ты не единорожён. Видишь там, кто идёт? Вот, вот так вот лучше будет. Я, конечно, хотел бы вызвать баллисту. Ты смотри, что произошло. Ребят, ну, я считаю, что это несправедливо. Одна циркуляра, да, выпущенная этим молотильщиком, уничтожает весь мой отряд. Даже друидку, ребята, уничтожили. Как вы могли это заметить. Ну-ка, погнали. Без полезняк здесь. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну, естественно, мы получаем с вами урон. В общем, я могу сказать одно. Друидка, конечно, имба, но она хороша против таких вот юнитов, как вот, ну, обычные. Которые при смерти ничего не выпускают. Все, ребят, я здесь проиграю, короче, сдаемся. Не, не вышло. Вроде начали неплохо, но в конце, как говорится, просто нас разнесли в хлам. Ладно, придется мне брать тот отряд. Я его не хотел, не хотел, потому что я думал, мы его прибережем, как говорится, на самое вкусное. Но, так, погоди-ка, еще что-то мы можем с вами... Ребят, ну, вы знаете, да, мое отношение к копейщице, но все равно я нас поздравляю. Она получает у нас четвертую звезду. Отлично просто. Все, по-моему, да? Да, теперь точно все. Вот, придется... Так, подожди секунду. Здесь даже все сделали. Ох ты, ребятушки, еще соточка гемов. И сундук Эпик будет вскрыт. Так, а может быть нам в магазине что-то... О, бесплатно. На Терракошу карточку дали. Кто-то, кстати, говорил мне вот эти вот, ребята, пробирочки покупать. Может быть, конечно, и купить. Вы видите, да? Это у нас опыт. Посмотрим сейчас. Да, ребят. Таким макаром мы себе ускоряем прокачку. В принципе, это хорошо. А что у нас в ежедневном испытании? У нас поменялось оно или нет? Да, ребята, испытание поменялось. И мы, кстати, можем получить здесь домик и прапать его. Поэтому я думаю, что это будет достойно. Давайте быстренько с вами пройдем. Посмотрим, кого нам дадут здесь. Дают любых наших персонажей. Поэтому сразу могу сказать, что победа будет за нами. Набираем свою имбовую команду. Именно имбовую. Нам здесь даже доступен будет босс. А босса я буду брать, естественно, ребята, ведьму. Ну, все, в принципе, моя команда укомплектована. Здесь, значит, у нас чумная мышь, тыквоголовый и зомби с надгробием. Для нас это семечки, поверьте мне. Сейчас вы в этом лично убедитесь. А вот этот домик я хотел бы. Кстати, а что он интересно делает? Какая у него спецвозможность? Не знаю, ребят. Не тестил, не пробовал. Надо будет как-то взять, посмотреть, что он действительно может. Слушай, пока никто не идет. Может быть, мы с вами сможем успеть накопить на ведьму. Или не успеем. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Наверняка он будет использовать спецвозможность. Нет, давай-ка мы вот так вот, на всякий случай. Упс. Тихо, тихо, тихо. Чумная мышь тут нафиг бы не нужна. Откуда здесь, я не понял, эти ежики взялись. Вы видели? Ну-ну-ну-ну-ну. Упс. Отлично, Ронин, сработал. О, просто шикарно. Я не могу понять, какая спецвозможность у этого домика. У этой базы. Что-то, что-то вообще как-то на изи прошли. Он даже пикнуть не успел. Так, ну что же, а мы с вами, ребят, получаем 22 карточки пряничного домика. И сразу же мы можем, в принципе, ребят, прапать. Слушай, сегодня какой-то день апанье, да? Смотри. Сколько у нас карт сегодня прапалось. И вот, наконец-то, мы еще с вами... Угу. Пряничный домик получает третью звезду. А, вот, кстати. Вот способность. Исцеляет единицы вблизи башни. Слушайте, ну так себе. Тем более, он исцеляет только тех, кто рядом с башней. А кто далеко, по ходу дела, не исцеляет. Да. Ладно, тем не менее, нам нужен опыт. И я, ребят, еще разочек пойду. Быстренько, быстренько это дело пробегу. И я думаю, что вы возражать не будете. Тем более, вы знаете, что раз на раз не приходится. Можно выиграть, а можно также легко и проиграть. Но я думаю, что здесь я все-таки выиграю. Кого нам взять-то еще, а? Ну, давай вот так вот сделаем. Да. Погнали. Кто-то мне спрашивал, а ты знаешь, Рейс, что, типа, когда ты используешь вот эти вот ускорения, ты тратишь 5000 голды. Да, ребят, я это все узнал давным-давно. Там русским языком все подписано. Внизу. Там можно отхилиться. Точнее, не отхилиться, там можно зачаровать. Можно вот это ускорение. И что-то там еще третье. Я уже не помню. Естественно, это все, ребят, стоит денег. Так, ну что же. У нас повторение мать-учения. Поэтому давайте, ребята, начнем с Джаггернаута. Плюс Ронин. В общем, все дела. Ну, конечно же. Как же без чумной-то мыши? Да я не могу понять, откуда там, ребята, только что взялся этот. Ну, вы сами видели, да? Вот этот колобок, который вызывает у нас обычно некро. Откуда он там берется? Это для меня странно. Это немножечко даже, я бы так сказал. Так, погоди-ка, погоди-ка. Вот это уже плохо. Ну, тыквоголовый сдох. Отлично. Ну и все. Все, ребята. Мы сейчас разнесем этот пряничный домик. Вот, откуда, откуда, я не понял ее. Честно говоря, заряд такой, да? Добротный лазером получила ведьма. И отдуплилась. И я свою призвал только зря. Зря. Но, тем не менее, ребята, мы с вами получаем довольно неплохо опыта, да? По 700, ну, почти по 1000. Плюс 12 карточек пряничного домика. И пойдемте, наверное, на последний, заключительный бой. Ну, и потом, естественно, мы будем продолжать с вами сюжетку. Она никуда от нас не денется. Так, так, так. И джиггернаута можно... Можно было бы и прыгуна, в принципе, взять. Кстати, надо нам прикинуть, кого раскачивать следующим. У меня, честно говоря, глаз лежит на термина. Термин 9000. Вот этот вот чувак. И лорд пустоты. Также не забывайте, что мне нужно докачать нашего женица. Потом протестить его. Можно даже вот этого ветродуя. А вот эти вот бишопы всякие там, наверное, слушай, не стоит их качать. Потому что они ватные. Это уже, знаешь, уже от безделия, от безвыходности. Когда у нас уже все будет прокачано, можно будет уже браться за них. Так, ну что же. Давай копить энергию. Сейчас опять же выйдет зомби с надгробием. Сто пудов, я говорю. Мы, наверное, ребят, с вами к этому времени... Слушай, никого не вызывает. Вот только сейчас вызвал. И я думаю, что надо вызывать нам ведьму. Она здесь, наверное, сама исправится со всем этим делом. Ну, ведьмуля, погнали. Так, сейчас чумная мышь вылетит. Сто пудов. Что-то не вылетает. Как-то странно. Нету чумной мыши. Ведьму он сразу вызвал. Ну, это, братюнь, ты зря. Это ты зря. Получил заряд бодрости. Все, сейчас мы... Так, секунду. Секунду, секунду, секунду. Блин. Вот, сейчас мы заколбасим. С отражением, да, ребята? Она и подохла. Хотела, наверное, моего маговоина уничтожить, но попалась на отражение и сама себя убила. Все. Хана домику, ребята, этому пряничному. Сейчас мы его расколбасим. Видите, да? Вот это вот идет отхил. Но это бесполезно. Да, я считаю, что пряченный домик качать вообще не стоит. Бесполезное, как говорится, это занятие. И вот этот вот скилл, который хиляет юнитов рядом, которых... Бредятина полнейшая. Так, ну что же, мы с вами прошли. Так, подарки, друзья, это я заберу потом. И давайте, ребят, проходить с вами сюжетку. Сюжеточка. Так, ничего здесь страшного нету, но единственное, что мне нужно, вот, ребят, наверное, вот этой командой рулить, потому что та у нас не справляется, к сожалению. Хотелось бы, чтобы, но не получается. И всему виной этот вонючий маленький молотильчик. Ладно. Вот он, вот он, вот он, вот он идет. Ну, он сейчас, ребята, встретится вот с кем. На удар буквально. Тыдыч. Хе-хе-хе. Ну-ка, опс. Отлично, просто по красоте, ребят. Детский сад, елки-палки. Я прохожу на одном дыхании. Смотри, как это все выглядит. Свежо и красиво. Да, отлично, просто идем. Давай-ка вот так вот сделаем мы, наверное, да? Чтобы не мешался нам здесь никто. Блин, Джаггернаут вышел. А почему, интересно, его зовут Джаггернаут здесь, а, ребят? В чем его бессмертие заключается, я не знаю. В любом случае, замку Хана. Пробомбили мы с вами. Так, и предпоследний этап. Так, а вот здесь Хиллбот. Хиллбот. Ладно. Я знаю, что этот отряд, кстати, зарулит. Слушай, вот знаешь, что я думаю? Может быть, нам в этот отряд взять летучую чумную мышь? Не, ну тогда это будет вообще имба, и тут, можно сказать, никто уже нам мешать не будет. Никогда. Даже там выше восьми или шести уровней. Будем разруливать ситуацию. Так, секунду. Ну-ка, давай-ка посмотрим, кто и что здесь сильнее. Ну, отронено, ребята, вряд ли кто выживет. С такими дамагами-то... Даже этот мелкий Хиллбот ничего не успевает. Во, заморозка. Шикарно. Как пить дать идем, ребят. Так. Ой, по красоте. Щит выронил. Парнишка, ты что щит-то свой бросил вдруг? Просто никакого сопротивления. Ты представляешь? Мы просто как будто идем на прогулку. Мы как будто не деремся с вами, а просто, знаешь, нет врагов вообще. Слушай, вот так всегда бы, да? Поехали дальше, ребята. Восьмидесятые уровни уже здесь. Ну, нам-то на это плевать, честно говоря, да? Мой отряд с Родином и с Магом-Воином будут обеспечивать просто тут, знаешь, стабильность. Стабильность в нашем прохождении. Да, да. Так, я что-то не заметил. Тут молотильщик или кто? Кто здесь вообще прибавился, а? Что-то как-то не обратил внимания, если честно. Знаешь, что в последнем уровне будет босс. И наверняка это будет у нас Т-9000. А, нет, скорее всего, не Т-9000, а этот, ребят. Как его увеличать-то? Ядербот. Да нет, ядербот, по-моему, был в прошлой серии в прошлый раз, да? Посмотрим, короче, что тут гадать. Так, Джиггернаут. Нечего тебе тут выеживаться. Ой, все, ребятули. Мы уже с вами до базы дошли и начинаем ее уничтожать просто-напросто. Вот мне бы еще ниндзю прокачать по фулочке. Это было бы, ребят, тоже шикарно. Мне оно нравится. У нее очень обалденный дамаг. Подожди, это и был последний? Я даже... Ребят, я, честно говоря, думал, что мы вот начнем. А мы с вами уже на последний... Блин, офигеть. Пока тут разговаривал с вами, даже не заметил, как мы тут эту карту прошли. Просто на одном дыхании. Вообще, так легко и безмятежно по красоте. Ну что же, ребят, мы с вами вернулись на... Блин. Тут у нас Ронин. Хм. Тут у нас, ребята, Ронин. Так, что же нам делать? Мы сможем вот это... Ну, давай попробуем. Я не знаю, вот у меня подозрение такое, что надо, наверное, ребят, БФГ отсюда убирать. Ты посмотри, если сейчас вылетит Ронин с криком Кия, будет нам плохо. А нам и так будет плохо, потому что он сейчас разнесет его, наверное, с двух ударов, да? А, вот даже как. Это хорошо, кстати. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Паладиночь, паладиночь, ну. Ес, я успел, по-моему, ребят, успел. Хух. Ну, радоваться Тарана пока. Слушай, это хорошо, что он выходит вот пока в... Так, а вот это уже плохо. Вот это уже, ребята, плохо. Погнали. Вот, вот так вот Слушай, а не пошелкали ты, Ронин, а? Козе в трещину Во! Давай вот так вот теперь, БФГшка будет нам еще здесь помогать Так, цапля, иди, иди лесом гуляй Хе-хе-хе, блин, зараза, плохо Плохо выходит все Ну и в то же время хорошо Плохо и хорошо БФГ-ха нужна Так, Ронин Смотри, он с удара, ребята, сносит Ну потому что он внеистовстве выбегает И ураганчик Ай, красота-то какая, ребятули Две баллисты, это сила Две баллисты сейчас будут уничтожать любого Так, буквально, ребята, по залпу они делают И все И Ронин падает Да, и так же Получается и этого Всадника на журавле мы разносим В пух и прах Так, вот На что, ребят, способен баллиста Прямое вам доказательство Только что увидели Разносит всех Так, а вот здесь уже Блин, да как же так Тараконовый воин, ребята, вместе С этим, с Ронином Имбово получается Уж чересчур, по-моему, да Опять же, ребята, вся надежда на баллисту Надеюсь, они будут все-таки пробивать Уничтожать Так, а нам нужно Прикрываться Я не знаю, как сейчас Все это будет выглядеть Просто не знаю, ребят Сейчас, если он выбежит С истерикой Надо будет паладина вызывать Ах, вот даже как Даже вот так Вот он делает Блин Это плохо Черт, подери Я даже, наверное, не успел Ребята Как он быстро Это все делает Да давай ты вот Отлично Что-то успел, по-моему, да? Ну, баллиста, давай, родная моя. Прикрывать, обязательно прикрывать. Так, паладин, успеешь ты? Успей, успел. Успел паладинушка нас выйти, да? Есть. Блин, нифига не есть. Да что ты? Слушай, ну это... О, снесем их всех нафиг. Вон там он пускай посидят, подумают. Погнали. Так, минус, минус. Отлично, отлично. Так, ребят, нам, наверное, здесь... Давай вот так вот паладина на всех случаев призовем. Надо было, конечно, наверное, призвать... Хотя посмотрим сейчас, что надо было, что не надо было. Нет, пока все хорошо. Идем, нормуль, ровненько мы с вами идем. Две БФГшки. Ух, ну-ка, ускорение. Тюнь-тюнь-тюнь. Расстреляли к ядрене Фени. Вот, ребят, вторая баллиста у меня на подходе. Да, этот этап мы с вами также изи прошли. Тюнь-тюнь. Шикарно. Хе-хе-хе. Так, сколько у нас там энергии? Давай-ка посмотрим, кто, кстати, здесь прибавляется. Ооо, нет. Да че такое? Они всю имбу забрали. Прикинь, тигр 81 уровня. Хорошо хоть 4 звезды, но... Вот этот состав вряд ли здесь, ребята, прокатит. А здесь мало энергии. В общем, выбора не остается только вот этим отрядчиком и играть. Поехали. Так, значит, тигр, да? Значит, ребята, тигр. Тигр, вы не забывайте, ребята, у него... Ооо, тихо, тихо, тихо. Не успею, ребят, не успел. Совсем я забыл. Да-да-да, ладно. В нак... В наказание, нифига себе. Ты че, парень? Вообще, что ли, оборзел, а? Офигеть, блин. И второй там Ронин бежит в истерике. Че ж делать будем? Хм. Да. Не знаю, ребят, даже, че делать будем мы с вами здесь. Последняя энергия здесь остается. Опять, что ли, этим отрядом пробовать? Ну, там тигр, блин. Как мы его будем? Я не знаю, как мы будем его проходить. А здесь последняя энергия. Фу, ладно. Попробую. Ну, этот Ронин истерик, блин. Восьмидесятый уровень. Блин, ну, честно говоря, неожиданно для меня. Хотел как можно дольше, но почему-то не получилось. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok